Региональным телеканалам всегда было непросто конкурировать с федеральными. И дело не только в совершенно разных финансовых возможностях. У федералов всегда было одно важное преимущество. Они вещать могли круглые сутки. В то время как на местах имели возможность выходить в эфир в строго определенные временные отрезки. Так называемые слоты. Однако ситуация кардинальным образом изменилась с развитием кабельного телевидения. И Верхневолжье не исключение. В нашей области успешно функционирует телеканал Тверской проспект Регион. И не только успешно функционирует, но и динамично развивается. В Верхневолжье успешно вещает телеканал Тверской проспект Регион. Работая круглосуточно и имея 100% собственного программирования. Это когда вся сетка вещания формируется самостоятельно. Без всякого преувеличения это беспрецедентный проект, над которым работают около 120 профессионалов самого высокого уровня. Причем этот проект беспрецедентный не только по меркам нашей области. Собственным производством всегда региональные телекомпании очень баловались. И такую программу сделал, и такую программу по заявочкам, и чего только не бывало в эфире регионального телевидения. И многие наигрались и успокоились, и не занимаются этим. Более того, многие даже почему-то не производят новости, не понимая, что это основная точка притяжения для зрителя. Мы же, во-первых, никогда не играли в программный продукт. Любая программа, которую мы производили, это хорошо выверенная программа была. Для определенного зрителя и для определенного рекламодателя в том числе. Так вот, мы никогда не играли в программный продукт, и сейчас мы в него не играем. И мы сохранили единственный в Тверской области большой объем производства собственного программного продукта. Это замечательно. Многие региональные телеканалы не смогли этого сделать. Мы это все сохранили. Сейчас Тверской проспект регион уверенно лидирует как по количеству, так и, что самое главное, по качеству, производимому для регионального эфира продукта. Собственное Тверское вещание составляет 40 часов в неделю. Одной из слагаемых успеха стала тщательная проработка концепции телеканала. Уже в мае 2012 года, когда телеканал выходил в эфир первый раз, это было 14 мая, надо сказать, что это был очень и очень проработанный проект, потому что мы над ним думали не одну неделю и не один месяц. Мы целый год думали, каким образом сформировать нам такой телеканал, который был бы конкурентоспособен, который был бы интересен тверичанам и который был достоин по всем параметрам. Ведь мы пересмотрели огромное количество газет и сайтов федеральных телеканалов. Мы прекрасно понимали, что, заявляясь как местный крупный телеканал со стопроцентным вещанием, мы должны конкурировать в первую очередь, во-первых, как в итоге и получилось, с федеральными каналами. Поэтому вся сетка вещания, так называемая, по сути, программа передач, которая размещается в газетах, в еженедельниках, которые наши горожане могут видеть еженедельно, это, ну скажем так, это наша борьба за зрителя. Елена Девяткина особо подчеркивает, что с самого начала не велось речи о копировании сетки вещания федеральных каналов. Ведь важно учитывать региональную специфику. Например, если вести речь о жизненном ритме жителей Тверской области. Он у них, как правило, отличается от столичного. Ведь в Твери мы начинаем работу чаще всего с девяти и работаем до шести. Соответственно, утренний прайм у нас будет начинаться где-то с половины седьмого утра и продолжаться до половины девятого. Почему? Потому что потом все люди уходят из домов. Из дома они не смотрят телевизор. Соответственно, вечером. Если Москва, например, мои коллеги, они как говорят, о, мы раньше десяти вечера домой не приходим. У нас в Твери не так. У нас в семь часов уже работающие люди по большому счету дома. Соответственно, наш самый прайм – это с семи до, но если люди встают рано, соответственно, одиннадцать – это половина двенадцатого – это край. То, что в Москве считается, если поставить в 12 ночи, это будет супер, это будут смотреть, у нас в 12 ночи – это уже будет постпрайм. Это уже на большое количество зрителя рассчитывать не приходится. Почему? Потому что все ложатся спать. Вот. Такова тверь. И вот когда мы делали программу передач, мы в первую очередь смотрели на то, как живет зритель. Строение эфира, знаете, мне представляется как некая такая вот косичка, которую ты плетешь. То есть ты понимаешь, ты вот здесь видишь водную, вот по этому поводу тебе зритель позвонил, да? Раз, раз, раз. Ты понимаешь, что наступает, ну там, грубо говоря, время весенних каникул детских, да? Поэтому семьи немножко с детьми по-другому будут строить свой день, да? И вот это все складывается, сплетается, сплетается, и получается что-то такое, что предлагаешь зрителям, хочешь смотреть сама и можешь предложить своим родным. Это очень интересная работа, очень благодатная работа. Почему? Потому что ты из всего многобратия ищешь то, что наиболее свежее, то, что может быть интересно местному зрителю, потому что ты знаешь, что здесь смотрят. Мы очень интересно построили предпрайм. В 18-20 мы начинаем мелодраму. Потому что, будучи матерью семейства, я представляю, что ты приходишь с работы, и ты начинаешь что-то делать на кухне. И тогда фон и мелодрама – это хороший фон для любой работающей женщины, а также для домохозяйки, которая готовится к встрече, вечерней встрече семьи, да, мужа, детей и так далее. Кроме того, на кухне муж особо не покомандует. Придя к тебе и присоединившись к вечерней трапезе, он вынужден смотреть то, что смотришь ты. Поэтому мелодрама в предпрайм – это хороший вариант. И продолжает наш эфир непосредственно с 8 до 9. Это блок тверских программ, когда мы предлагаем нашему зрителю новости, мы предлагаем патрульную службу и мы предлагаем наши собственные программы. Их очень много, они очень разнообразны. Это и мужской гараж, и женская тверичанка, это забавный и детский вопрос, это авторский спецкор, которому я сейчас даю интервью. Это очень интересная подборка программ. Собственные программы действительно составляют заслуженную гордость телеканала. Многие из них стали первыми в своем роде на Тверском телевидении. Например, первое региональное ток-шоу «За семью печатями» или единственный в Твери музыкальный караоке-проект «Сейчас спою». Прямые трансляции спортивных соревнований, в частности, чемпионата ВХЛ, стали еще одной отличительной чертой. Благодаря телеканалу «Тверской проспект-регион» те наши земляки, которым не повезло с билетами на матчи, могли вживую наблюдать поединки ТХК. Итоговые выпуски новостей, конечно же, всегда были одним из самых рейтинговых продуктов телеканала. Служба новостей Тверского проспекта расскажет о самых заметных событиях Твери и области. Здравствуйте, в студии Сергей Нечай. Благодаря им по вечерам Тверской проспект-регион на равных конкурирует с федералами. Если читать принципы программирования телевизионного канала, то есть такое понятие, что в слот, в слот, определенный слот по времени, ставь программный продукт либо качественней, либо другой. И вот региональному телевидению в этом смысле очень просто. Почему? Потому что в 20.00 кто-то ставит сериал, кто-то ставит развлекаловку, кто-то ставит ток-шоу, а мы ставим местные новости. И никто из федеральных каналов не может похвастаться получасовкой местных новостей. Никто. Это нишевый продукт, который мы предлагаем нашим зрителям и который видят только жители Тверской области. Традиционно особую гордость медиахолдинга составляет информационная служба. В течение всего дня в эфир выходят выпуски новостей. У нас на самом деле объединенная редакция на телеканале Тверской проспект и на телеканале Тверской проспект-регион. Все новости, которые мы даем в течение дня на телеканале Тверской проспект-регион, наши телезрители видят в режиме онлайн. Мы выходим в прямом эфире каждый час. Более того, у нас есть уникальная возможность делать онлайн-включение с места событий. То есть журналист отправляется на любое мероприятие, от политики, кончая каким-либо социальным событием, и может прямо с места событий выйти и рассказать о той или иной проблеме. Ни у кого пока такой возможности нет, и мы задаем тему, которая, естественно, развивается уже в итоговом выпуске новостей, которые все видят в 19 часов на телеканале ТНТ, а потом на Тверском проспекте регионе. Работа информационной службы давно отлажена. Что обеспечивает ее четкое функционирование? Утром мы анонсируем те события, которые будут происходить, задаем главную тему дня, которую развиваем в течение включения, онлайн-включения на телеканале Тверской проспект регион, и даем небольшие выпуски. В 19 часов у нас итоговый выпуск на телеканале Тверской проспект, и уже затем нужно переключаться на телеканал Тверской проспект регион, где будет расширенный выпуск, где будет полная картина этого дня. Если разворачивается особо важное событие, либо происходит чрезвычайная ситуация, журналисты информационной службы всегда готовы сделать оперативное включение с места событий из любой точки региона. У нас всегда есть группа, которая дежурит, у нас есть журналист, который наблюдает за той или иной ситуацией в режиме онлайн, у нас есть всегда съемочная группа на подхвате, поэтому мы выезжаем и даем свежие новости вплоть до, можем, утра даже выходить. И даже ночью. И даже ночью, конечно. Технические возможности телеканала постоянно расширяются. С недавних пор оператор, журналисты, ведущие работают вот в этой новой просторной студии. Новые возможности для работы получили и выпускающие. Это те, кто выводит картинку в эфир. Они теперь тоже работают в новой и просторной аппаратной. А вот это студия звукозаписи. Журналисты проходят в эту маленькую комнату, где, естественно, полная звукоизоляция. И именно здесь начитывают тексты своих программ, репортажей, которые, естественно, полностью можно тут же прослушать на компьютере. Именно здесь начитывают тексты своих программ, репортажей, которые, естественно, полностью можно тут же прослушать на компьютере. И еще одним беспрецедентным по региональным меркам проектом стали прямые эфиры программы «Тема дня». одновременно на телеканале Тверской проспект «Регион» и на Тверской чистоте 95,5 FM радиостанции «Говорит Москва». Этот проект уникален не только для нашего региона, действительно, в самом деле у нас в Тверской области нет больше таких программ, которые бы выходили в таком двойном формате, я бы сказал, которые выходят одновременно в прямом эфире, причем и на телеканале, и на радиостанции. Причем радиостанция вещает в FM-овском диапазоне 95,5 FM, мы знаем, что она занимает лидирующие строчки в рейтинге в нашем регионе, ну и одновременно уже полюбившийся известный тверичанам телеканал Тверской проспект «Регион». То есть наши телерадиослушатели, даже само такое определение, не просто радиослушатели теле, а телерадиослушатели, телерадио-аудитория, одновременно кому-то удобнее в машине или дома слушать нас в радиоприемнике, кому-то удобнее за телеэкраном. Она одновременно может не просто смотреть и слушать нашу программу, а еще и принимать в ней участие. Сейчас очень важно, что программа интерактивная, то есть любой телезритель или радиослушатель, как я уже сказал, может позвонить по телефону прямого эфира 300-190, уже многие его знают, в нашу студию, и задать вопрос или прокомментировать как-то то, о чем идет речь. Ну, а о чем идет речь? Речь идет о самых актуальных вопросах и проблемах, которые сегодня стоят на повестке дня. Ну, и мы даем возможность горожанам не только принять участие в разговоре, но и услышать мнение авторитетных экспертов, какой бы это ни был вопрос, касающийся ЖКХ, обращения с домашними безназорными животными, политические какие-то темы, уровень жизни населения. По-любому из этих вопросов мы приглашаем для комментариев экспертов, специалистов, ну, людей, которые, ну, наверное, чуть-чуть лучше, чем большинство из нас знает этот вопрос и разбирается в нем. Поэтому у горожан есть возможность не только высказаться по какой-то теме, но и получить развернутый, очень подробный и авторитетный, квалифицированный комментарий. Поехали, поехали. Говорит Москва. А еще у медиагруппы Тверской проспект есть собственный киноконцертный зал. Это действительно уникально, причем не только по меркам регионов, но даже столиц. Здесь можно проводить, да и проводятся всевозможные музыкальные концерты, театральные постановки, да и все, что угодно, собственно говоря. И все это потом можно будет увидеть в эфире телеканала Тверской проспект «Регион». Вместимость киноконцертного зала – полтысячи мест. Самый большой в регионе. Кстати, киноэкран здесь тоже самый большой в Тверской области. Оно и понятно. Быть первыми – так во всем. Это необыкновенно, это эксклюзивно. Сказать, что это есть по всей России, конечно, нет. Это большое счастье, что у нас есть возможность работать в киноконцертном зале «Панорама». Большое счастье, что мы все находимся территориально в одном месте. И большое счастье, что у нас есть такая возможность, и мы будем продолжать работать в этом направлении обязательно. Все видеоверсии, всех самых лучших концертов, театральных постановок мы будем размещать в эфире телеканала Тверской проспект «Регион». При формировании вещательной сетки большое внимание уделяется отбору телевизионных сериалов и художественных фильмов. В этом плане работать, конечно, стало проще, чем 15 лет назад. Когда регионалам предлагали что-то типа «Рабыни и Зауры» в качестве ВХС, отмечает Елена Девяткина. Очень многие компании предлагают вот этот программный продукт для продажи. Закупаем его, мы смотрим в первую очередь, чтобы это был качественный продукт для прайма. Ну и, конечно, Тверской проспект «Регион» постоянно работает над тем, чтобы все это великолепие увидело как можно большее число земляков. Попросту говоря, над расширением территории вещания. Уже сейчас канал есть в списке всех крупных кабельных операторов Твери. По области его смотрят 1 миллион 100 тысяч земляков. При этом на телеканале внедряют и собственный ноу-хау. Самая большая проблема – это доставка сигнала. То есть нужно доставлять сигнал в районные центры нашей области. Область у нас большая. И у нас есть собственная разработка, которая позволила нам не использовать для этого дорогущий спутник, а в нашей разработке доставлять сигнал для кабельных операторов районных центров. Мы доставляем сигнал при помощи канала интернет. Интернет есть практически уже везде. Для доставки нашего сигнала не нужен широкий канал, достаточно 4 мегабит. Также для тех, у кого нет возможности подключаться к кабельным операторам, мы специально сделали просмотр канала Тверской проспект «Регион» на сайте. Прямой эфир канала всегда доступен на сайте медиагруппы Тверской проспект. Тверской проспект «Регион» наконец официально застолбил за собой постоянное место в списке телеканалов всех кабельных операторов, а именно 21-ю кнопку. В свое время президент подписал указ, согласно которому 21-20 кнопок везде, и в цифровом эфире, и у любого кабельного оператора должны быть обязательные общедоступные телеканалы, и список утвержден в Москве. Это первый канал на первой кнопке, Россия на второй кнопке и так далее. Что мне ближе, я знаю, что на 19-й кнопке у нас ТНТ, а на 20-й, по-моему, Муз-ТВ. И если пятый канал на пятой кнопке, то он по всей России на пятой кнопке. И если 21-ю кнопку отдали обязательному общедоступному телеканалу субъекта Российской Федерации, то в какой бы область, в какой бы регион не приехал человек, на 21-й кнопке он будет смотреть местный канал. Всегда. В Пензенский, Тамбовский. Да, в Пензенской области. В Пензенский, в Тамбовской области. Да, совершенно верно. В Тверской, Тверской проспект «Регион», который имеет такой став. Словом, теперь ни один кабельный оператор по собственной воле, а то и по просьбе конкурентов, не сможет задвинуть Тверской проспект «Регион» куда-нибудь во вторую сотню в списке своих каналов. Тверской проспект «Регион» теперь стабильно на 21-й кнопке. А стабильность – это, как говорится, признак класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова